Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное обновление Star Stable Online, так что седлайте своих коней и поехали! Потому что мне очень сильно хочется посмотреть уже как... что вообще кого выпустили в этом обновлении. Да, не туда нажимаем, и опять не туда нажимаем, что ж такое, так хочется уже. Нам в этот раз добавили готландских поняшек, это такие маленькие... я бы сказала, что это мини-версия лохматиков, то бишь дикой лошади Юрвика. И нам добавили просто гигантское количество недоустков. Я, если честно, один недоусток уже купила, одела его на тракине, на котором проводила тренировку для клуба, и он уже стоит на пастбище со своим недоустком. И я думаю, потом в будущем абсолютно всем лошадям, которые носят недоустки, которые могут их носить, обзавестись вот такими замечательными недоустками. И да, я специально сегодня взяла с собой на обзор поняшку, чтобы посмотреть разницу между готландской поняшкой и вот этим юрвинским пони. Так, ну пожалуйста, но... Spirit Angel, подними голову. Ну ты молодец. Смотрите, вот такие вот маленькие милые недоусточки. Очень классные, мне прям очень нравятся. Причем, да что ж такое? Хватит есть землю, хватит есть сена. Очень классно то, что есть как а-ля кожаные, то даже есть слегка стразики, так есть вот такие вот розовенькие, без всего, просто с пряжечками. Ну точнее не розовенькие, а пастельных оттенков. И это очень-очень классно. Таким образом нам получается добавили два кожаных, да, недоустка, и раз, два, три, четыре, пять недоустков а-ля тканевые. Вот, ну в общем сложно смотреть на этом пони, оно постоянно крутится и что-то ест, хватит есть, ты не голодный. И давайте же все-таки посмотрим. Да, кстати, перенесли чинкотик на ферме полуострова Южного Копыта, и вот эти лошадки продаются именно здесь. Вот так вот, кстати, очень красиво они все это оформили, мне нравится. Единственное, пожалуйста, добавьте когда-нибудь кнопку на весь Юрвик, чтобы можно было бегать одному. Потому что мне это очень-очень мешает. Я не хочу, на самом деле, никого кидать мне в игнор, но я понимаю, что это будет самым лучшим для меня решением, потому что вокруг поняшек собираются толпы, я их не вижу совсем, а так хотя бы у меня есть возможность их разглядеть. Да, это черной, новоприбывший человек, который мне мешает. Ну и, к сожалению, мне ненавистное солнце, которое садится, дает розовый оттенок, и нормально посмотреть тоже что-то как-то не очень выходит. Вот так, и вы, пожалуйста, девушку, вы не мешаете. Так, вот добавили, кстати, абсолютно все масти, которые есть, кроме одной. Бегая рыжая, она будет в приложеньке, я прям это знаю. Я вот, ой, тебе, мой, ты такая пусечка. Да, добавили, значит, вот такой масти, у нее двойного цвета челка. А хвостик у тебя двойной? Нет, хвостик у нее чисто беленький. Потом добавили вот такого красавца, очередной окрас спирта, только с носочками. Это почти как андалуз со дня открытых дверей, поэтому меня он как-то не очень зацепил. Даже его розовая носопырка меня не цепляет. Так, потом вот такой твараной, очень симпатичный, красивые голубые глазки и очень классная прорисовка шерсти. Кстати, мне прям очень нравится. И вот это пузико! Как классно они рисуют шерсть. С каждым разом все лучше, лучше и лучше. Так, потом вот такая поняшка есть. Она мне очень нравится, на самом деле, но я пока не думаю ее покупать. То есть она мне нравится, но не список покупки. И вот это красавец тут стоит. А вот этого я, наверное, куплю. Да, кстати, лошадка эта поняшка стоит 750 СК на седьмом уровне. Ей доступен переносимость холода. И та лошадка, кстати, которой мы сейчас поедем навещать в Форт Пинта, она будет доступна с первого уровня. Ну, по-моему, я когда смотрела фотографию от разработчиков, я хотела именно вот эту поняшку. Но, кстати, в этом видео предупреждаю, покупки не будет, потому что сейчас я только делаю обзор по обновлению. Итак, мы приехали на Форт Пинта. И тут тоже много народу. Но нет, здесь вроде бы нету такой кучи малы, как на Южном Копыте, поэтому никого в игнор кидать я не буду. Хотя, ну, может быть, вот пару особ, которые очень-очень мешают. Да. Или я вот эту поняшку хотела. А, я не помню, по-моему, эту. Да, потому что гнидая была с косичками. Я ее не особо хотела. Я, по-моему, хотела вот эту. А сейчас я даже сомневаюсь как-то. В общем, очень милые поняшки. Они мне все-таки очень сильно напоминают Исланца. Но у них нету, кстати, по-моему, никаких особых фольюров. Я вроде бы пока читала, ничего такого не увидела. И давайте посмотрим на сравнение с... Да ладно, вы ниже юрвенских пони? Вы настолько маленькие? В смысле вы настолько маленькие? Серьезно? На земле стоим. А как так? А как это? Нет, я слышала, что они кажутся больше за счет того, что юрвинские поняшки все-таки как-то покруглее будут. Ну, за счет своего пузика. Которое, кстати, мне кажется, со временем стало немножко поменьше. Оно раньше было слишком надутым. Но вот эти вот вы серьезно такие маленькие? Разработчики, можно мне в описании лошади, пожалуйста, ее рост в холке? Причем к каждой породе желательно. Нет, серьезно? Я... А если с этой стороны? Мало ли, может там холмик какой-нибудь. По-моему, они... Чуть... Да все-таки ты больше? Все-таки юрвинская пони будет больше готландской поняшки? Ничего себе! Ребята, вот это, если честно... Я в шоке. Я думала, что они, ну... Готландские повыше будут. Они такие маленькие! Ничего себе! Вот это сюрприз! В общем, это все, кстати. Все, что есть в этом обновлении. Я еще, кстати, буду ходить думать. У меня есть СКА, вы это знаете. Но все-таки лошадка должна приносить удовольствие. Я должна хорошенько подумать, нужна ли она у меня в конюшне. Готова ли я сейчас к ее покупке, чтобы уделить ей внимание, прокачку и наслаждаться ее компанией. Потому что я только недавно купила сразу трех лошадей. Они, правда, все уже прокаченные. Но я считаю, что я им еще не уделила должное количество внимания, сколько хотелось бы. Поэтому я пока что не могу сказать вам, когда будет куплена данная порода лошадки. А вот, кстати, что будет на следующей неделе, меня очень заинтересовало. Потому что разработчики что-то хотят сделать с уходом за лошадью. И меня это пугает. Потому что данная система ухода меня вполне устраивает. Меня устраивает, что мы должны чистить лошадей щеткой, копыта должны им чистить. Мы должны их поить, кормить. И меня все это устраивало. Также у меня устраивал конюш. А тут они пишут, что мы знаем, как важно ухаживать за лошадью. А теперь заботиться о лошади и радовать ее будет гораздо проще. Пожалуйста, пусть они не будут упрощать эту систему. Я не знаю, как они ее. Но лишь бы они ее не испортили. Можно, конечно, улучшить в нормальном таком состоянии. Но не испортить. Потому что в последнее время разработчики выпускают много чего недоделанного, сырого и, скажем так, неготового. Ну а на этом обновление все. Не забывайте тренировать слоях и лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!